всем привет и сегодня у нас гостях такая известная марка как юга босс сразу скажу что это не наша целевая или ценовая аудитория но клиент принес нам на подгонку мы ему уже все сделали я вижу что этот костюм стоил в районе 500 евро и давайте посмотрим что нам предлагают за 500 евро первое на что я бы здесь взглянул это у нас ткань ткань шерсть с какие-то с какими-то примесями но тактильно она здесь конечно же очень то от чего я уже давным-давно отвык плацкан очень узкий но здесь изделие короткая поэтому в принципе для такой длины и для таких пропорций вроде как окей по ширине ну здесь наверное сантиметров 6 не больше мерить не буду петля конечно же здесь машины и но прорезанная молодцы прорезали очень аккуратно и к слову сказать на грудный карман у нас здесь вточная листочка это у нас называется для тех кто у нас обучается да она зашита ничего здесь такого примечательного нет одно скажу что по клеткам они здесь не совпали концы у нас здесь вточные как я сказал мы обычно привыкли видеть что листочка у нас здесь на строчная ну или мы ее руками до обрабатываем очень узкая здесь в районе сантиметра карманы самые обыкновенные на подкладке с клапаном у нас петли конечно же машины и ничего интересного пуговицы черные или они синие но по мне так они какие-то темно-синие на рукавах у нас три пуговицы здесь ему рукава очень сильно укорачивали от шлицы у нас почти ничего не осталось я показывал как-то в обзоре что это у нас был брионе где шлицу надставляли но здесь вопрос не стоял надставлять шлицу потому что петли здесь не прорезные петли мы восстановили сам лично руками их делал и пуговицы пришили обратно пуговицы на рукавах вот с такой вот красной штучкой у нас ведь они с красный с этой стороны вернее как две пуговицы однотонные синие 1 с красной такой подложкой последнее время очень часто я видел это на hugo boss что здесь можно еще увидеть рукава у нас раппорт не совпадает с этой стороны и с этой стороны тоже здесь не совпадает миллиметра на 3 справа миллиметров на 5 не совпадает цена качество дальше идем внутрь посмотрим что у нас внутри подкладка черная непонятно почему она здесь черная низ мы укорачивали то есть вот можете посмотреть все аккуратно восстановили все здесь очень даже ровно и когда я низ укорачиваю я всегда перепроверяю за производителем если надо низ исправляю рукавах подкладка красная есть вот такая вставка я кстати этот пиджак не делал только осноравлял вот сейчас можно сказать первый раз это все смотрю не знаю что это такое ну красиво наверное за это и заплатили бирка на строчная красная большая будет мешаться я бы себе такое отсюда ликвидировал что я здесь увидел для себя что мне здесь бросилась глаза лично для меня ну во первых один карман это не к селу не городу как говорят потому что клиенты у нас разные есть человек левша есть человек правша и получается когда вы делаете один карман ну например мне как правше удобно пользоваться карман когда слева а если человек левша то вы его лишили удовольствие то есть кармана у него здесь нету обычно делают левый правый и делают здесь сигаретные он называется мы на своих клиентах или на своих пиджаках делаем всегда левый правый сигаретные у нас опция хотите делаем хотите нет дальше что здесь интересного еще ну подворотник у нас такой вот красный больше про пиджак здесь ничего не скажу клиент на примерке меня спросил ну как он сидит вам он как бы нравится ну мой аргумент был такой сколько заплатили на то он и сидит принципе клиент с этим согласился давайте посмотрим теперь брюки вешалка как вешалка самые обыкновенные ничего здесь нечего рассказывать брюки мы укоротили и просто брюки посмотрим что у нас интересного может быть брюках что я здесь увидел что нет отделочной строчки по боковому карману здесь у нас просто обтачка заутюжили все минус целая операция закрепки конечно же машинные здесь у нас листочка опять вточная по краям как и на пиджаке на груди сзади вытачка 1 так пойдем внутрь ну внутри пока мы не пошли внутрь и у нас гульфик самый обычный на машинке молния хорошая скажу так мне она нравится японская молния здесь стоит но обработан обычным фабричным способом и почему он такой у нас недорогой но смотрите ну во первых здесь вот мешковина вся обмета на на 5 ниточном оверлоке лицо оверлока у нас лицо с этой стороны хотя должно было быть с этой то есть это получается они обметали весь оверлок наизнанку с этой стороны на кармане заднем все то же самое не знаю почему так у них получилось по идее лицо оверлока должно быть на лице вот она лицо если вы в этом не разбираетесь вот эта косичка она должна быть на изнанке вот строчка как мы привыкли видеть это у нас лицо как обычная строчка вот эта косичка или цепной стежок он всегда изнаночная сторона очень легко понять и очень легко увидеть ну пояс как пояс тут все скажем фабрично лея как ее называют обработано ну практически как у нас мы ее делаем приточную здесь здесь нет никаких таких вот огромных закрывающих между ног дальше что еще у этого клиента было и что меня тоже заинтересовало у нас есть джинсы то есть у нас есть джинсы босс hugo boss они вываренные много я про не говорить не буду мы их укоротили и оставили здесь в арку то есть окантовали можно сказать низ ну смотрите джинсы я хотел вам показать сравнение с теми джинсами которые у меня вот есть еще в наличии которые я люблю и которые я сам ношу то есть это у нас hugo boss это у нас юникло и давайте я сейчас быстро пробегусь и покажу сравнение да почему в сравнении сейчас я расскажу ну смотрите ну во первых я когда ухожу внутрь любых штанов я смотрю качество ну внутри здесь на джинсах видим да вот их еще никто не носил уже гульфик отворачивается нитки вот они смотрите нитки все размахрились то есть я не знаю я вот они поставили тут специальный усилитель под шлевку зачем он тут нужен и как бы понятно что он держит эту деталь но почему вы это обметываете и абсолютно никак не обрабатываете сами штаны сейчас я просто дойду когда уже цену озвучу да тут в принципе все красиво в плане много очень надписей много очень всяких заклепок босс здесь на одном участке там 20 на 20 раз босс 2 босс 3 4 5 6 раз они сказали что это мы да но нитки не обрезаны вот например закрепка болтается вот она у меня в руках с этой стороны нитки не обрезаны карманы вот они карманы какой-то присутствует усилитель но его очень очень неаккуратно здесь обрезали и получается неопрятно видите какие-то махры внутри в носке и скорее всего что это все еще больше размахрится это гарантированно но как я сказал зато очень много всяких бирок вот это вот окантовка отделка какая-то опять здесь босс тут еще что-то то есть люди как правило ведутся на это стоимость здесь в районе что это у нас 150 примерно евро на сегодняшний день до курса евро нашего и вот давайте посмотрим на юникло которые я очень уважаю который мне очень нравится за что я их люблю ну во первых здесь у нас натуральный деним это у нас сэлвич так называемый да то есть если мы вывернем здесь они пишут что это у нас к их к ихара компания которая делает ткани да то есть это японская ткань японский деним сэлвич верху они на бедро заужали поэтому здесь у нас обмета на и вот посмотрите внутри идеально то есть я честно сказать это мои штаны я их уже ношу наверно месяц уже раз 45 стирал ни одной нитки нигде не высыпалась я еще здесь ничего не обрезал вообще видим да и за что я люблю джинсы уникло в первую очередь как портной во первых идеальное качество они недорогие они стоят три раза дешевле чем мы вот только что видели босс качество здесь просто на пятерку то есть по идее эти джинсы они недооценены но я так подозреваю и мое мнение что за уникло кто-то компенсирует стоимость потому что в реально эти штаны должны стоить точно так же как босса может быть и дороже ну судя по качеству которое я тут наблюдаю то есть вот мы видим например гульфик отвернут маленький кусочек хотя джинсы уже ношеные то есть она не мешает вам в районе гульфика носится очень хорошо фурнитура идеальная все строчки молнии все здесь идеально для этой цены опять таки на одном из обзоров мне кто-то говорил что когда кокетка не совпадает это такая фича у японцев вот смотрите японские джинсы ничего здесь никакой фичи я не вижу все строчки они продолжение друг друга так же как и здесь то есть там где вы видите кокетки у вас не совпали то это брак это самый настоящий брак и не надо мне рассказывать что это такой прикол или фича да и когда низ особенно не совпадает вот строчка переходит строчку здесь строчка переходит строчку нет никакой косины когда вы ну я комментатором некоторым обращаясь когда вы мне комментируете портному что низ кривой это такой прикол ну ребят лучше не комментируйте все что хотел рассказать рассказал обзор короткие для нас нетипичный потому что как я уже упомянул это не наша целевая и ценовая аудитория про джинсы uniqlo я вам сказал мое мнение такое вместо того чтобы покупать аляпистая красивая с кучей бирок я себе с удовольствием покупаю постоянно обновляю эти джинсы они стоят в районе 5000 в россии до сих пор они продаются поэтому если вы хотите действительно качественные джинсы недорогие на каждый день носка чтобы их было не жалко я считаю что нужно обратить на них внимание в реальности насколько я могу сказать из того что я сам вижу это то что эти джинсы стоят дороже потому что джинсы такого качества из такой джинсы со всеми навесными деталями не могут стоить так дешево скорее всего это у них своего рода такой как рекламный такой трюк завлекают джинсами в магазин а там человек конечно себе найдет что-то еще поэтому нравится видео ставим нравится не нравится ставим дизлайк я никогда не призывал но сейчас у меня небольшой такой появился азарт подписывайтесь на наш канал потому что я смотрю что подписчики растут но хочется чтобы они росли быстрее за счет чего больше людей увидят наше видео больше людей будут учиться шить или больше людей будут знать как шьются те или иные изделия поэтому хотите учиться обращайтесь к нам мы вас научим интересует пошив индивидуальной одежды тоже обращайтесь мы вам сошьем